Найдите произведение 3 и 8. Произведение 3 и 8. Изучение, умножение совмещают с разминкой. Правильный ответ нужно еще найти на стене. Таким образом, дети на уроках двигаются. В этом классе только девочки. Раздельное обучение до 8 класса. Специальная методика разработана отечественными учеными. Помимо того, что у мальчишек и девчонок свои клубы по интересам, девочки до определенного момента обгоняют мальчиков в развитии. Они более усидчивы. Те, в свою очередь, получают удары по самолюбию, что вредно для будущих мужчин. Дело в том, что так учились наши Пушкин, Лермонтов. Они стояли за конторками. Они учились в мужских гимназиях. Девушки в институтах для благородных девиц и так далее. То есть, все просто возвращается на круги своя, но уже с современными требованиями и современными технологиями. На семинар в гимназию Эврика пригласили учителей из школ города-курорта. Им показали, как проходят занятия. Это третий класс, но уже для мальчиков. Ребята изучают деление. Также в динамике. Половину урока ученики проводят стоя, половину сидя. Выделяется время для несложных физических упражнений. Фонарики вон те. Вон тот турник, мат. Сергей показывает, чего пока нет в других школах. Сам он живет в субсехе. Для того, чтобы добраться до гимназии, ему нужно вставать раньше, чем многим. Но он считает, что оно того стоит. Нравится решать задачи, нравится решать контрольные, получать оценки. Педагоги гимназии поясняют. Разнообразие методик позволяет детям лучше запоминать материал. Алексей Аксенов учится здесь с первого класса. Усваивается намного легче материал. Мы не чувствовали себя загруженными в учебе. Мы могли общаться между собой на этих минутах, на этих перерывах во время уроков. Мы чувствовали себя не так загруженными. Алексей считает, что раздельное обучение позволяет лучше концентрироваться. Его сверстники отмечают, такая методика четко разделяет учебу и общение. При этом своевременное объединение классов дает дополнительный стимул. Я стал более готовиться к урокам, чтобы не показать себя сходчей стороны, а показать самую лучшую сторону. На уроках мы сидели без мальчиков, но в каких-то отдельных внешкольных мероприятиях мы общались. И нам это раздельное обучение не мешало никак общаться. Здесь же класс, где мальчики и девочки учатся совместно. Его сформировали по просьбе родителей. Специалисты подчеркивают, свои наработки есть у каждой школы. Идеальных методик не существует, а любая из них работает, если есть желание учиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!